Всем еще раз добрый вечер. Мы с вами собираемся для того, чтобы немножко получше познакомиться с программой, которая предназначена для работы с видео и в целом посмотреть на весь процесс, который вы должны будет пройти для того, чтобы из ваших оснятых на камеру материалов получился какой-то интересный ролик. Уже не просто набор каких-то клипов, а еще с какими-то интересными эффектами. Поговорим сегодня с вами про многие всякие интересные вещи. Вкратце познакомимся с тем, что вообще приходится делать для того, чтобы создавать интересные видеопроекты. Поговорим про все программы, которые так или иначе для этого используются. Мы рассматриваем программы от компании EDAP, которые, наверное, в настоящее время один из самых популярных продуктов для таких задач. Посмотрим, чем эти программы удобны для выполнения своих определенных задач связанных с видеопроизводством. Ну и посмотрим, каким образом эти программы между собой умеют взаимодействовать, чтобы уже действительно вы могли общий проект, видеопроект сделать с помощью программ легко, удобно и достаточно быстро. На самом деле, помимо EDAP'овских программ, есть очень много других фирм, которые выпускают примерно такого же уровня программы, предназначенные для того же самим видеопроекта. Ну, если, например, говорить про какие-то конкретно программы, скажем, для Apple с компьютеров я замечаю программу, называющую Final Cut, которая тоже имеет много чего интересного делать с видео. Но один из самых больших плюсов именно EDAP'овских приложений заключается в том, что помимо программ, которым он занимается, есть очень много других программ, которые помогают пользователю не только монтажом работать, но и вообще решать задачи, которые возникают на всех этапах видеопроизводства. Здесь спецэффекты, здесь выдавительный пудоток, видео, здесь правильный цвет коррект, то есть абсолютно все-все-все, что требуется сделать для того, чтобы создать красивый интересный фильм, вы сможете сделать, пользуясь только программой одной компанией. А счет того, что, естественно, все эти программы между собой замечательно дружат, фактически там чуть ли не на уровне копирования вставки, вы можете перебрасывать разнообразные фрагменты видео из программ в программу. Сам процесс будет у вас достаточно простой и легкий. Останутся только какие-то творческие моменты, чтобы, естественно, все от вас красиво и правильно получалось в итоге. Но техническая сторона в адобовских приложений решена просто идея. Если говорить про этапы видеопроизводства, то, конечно, все начинается со съемки. Вы осняли какой-то видеоматериал, он у вас на флешке, на диске, и вы хотите уже его перенести к себе на компьютер для того, чтобы начать уже с этим материалом работать. На самом деле, если проект не очень сложный, то, в принципе, сразу можно будет ваши исходные файлы грузить в тот же самый адоб пример и уже там начинать какие-то вещи монтировать. Но если у вас оснято очень много видеоматериала, хочется его как-то клатокизировать, добавить какие-то данные, добавить какие-то комментарии, ссылки, то гораздо удобнее начать с того, что обычно называется черновым монтажом. Когда вы примерно набрасываете схему вашего будущего проекта, чтобы потом уже эту схему отдать в тот же самый адоб пример и уже начать какие-то определенные операции более точно выполнять. Первая программа, из которых обычно начинается работа с вашими видеоматериалами, это программа, называющаяся «Прилюд», которая как раз сделана для того, чтобы подготовить ваш видеоматериал для отправки в тот же самый пример, чтобы все такие вот черновые вещи по выбору нужных клипов для последующего монтажа, по предварительной нарезке клипов на какие-то фрагменты, по добавлению каких-то технических комментариев, вы сразу по ходу просмотра вашего видеоматериала могли бы решать, чтобы потом не тратить время на эти действия в примере. К тому же очень часто, особенно когда разговаривают по работе с большими проектами, задачи по подготовке материала и по монтажу они обычно вообще выполняют с разными людьми. Такой черновой монтаж выполняет тот же самый режиссер, который так вот грубыми мазками набрасывает схему будущего проекта, а уже видеорежиссер начнет все это потом аккуратненько собирать. Итак. Вот у нас экранчик этой программы. Принцип стандартный адобский интерфейс, ничего особенного здесь нового у нас с вами не будет. Создаем новый проект. Есть у нас с вами специально сделанная тапочка для сегодняшних наших действий. Ну и так и назовем. Вы отсняли на камеру материал. На самом деле даже можно будет без вытаскивания всяких разных карт памяти сразу напрямую подключить камеру к компьютеру и уже прямо с нее записывать файлы. Флешку можно будет ставить, каршу достать, то есть в принципе исходные данные можно будет достать из любого абсолютно адреса. Все начинается с процесса, который называется Ingest. Импорт нашего материала появляется, замечает такое вот окошко с настройкой нашей импорта. И как видите, абсолютно любые ресурсы можно будет в качестве адреса для импорта ваших материалов использовать. Если есть локальный диск, сетевые диски, разнообразные флешки, неважно, где ваш материал лежит, можно будет сюда до него добраться. Очень удобно то, что помимо того, что вы можете найти нужный материал, с которым вы хотите работать, и вы можете, естественно, программу импортировать, то вы еще можете этот материал переписать. Например, в той же самой флешке из вашей камеры на компьютер какую-то определенную папочку, сделать в нее специальный каталог. То есть еще и такие задачи, связанные с каталогизированием ваших данных, можно будет выполнить. Вот наши все файлы, с которыми мы с вами будем работать. Какая-то такая вот съемка, отдельный кусочек, который мы с вами хотим собрать в некий видеофильм. Можно будет сразу все эти файлы выделить. Отмечаем галочку, все, все мы эти файлы загружаем. И сбоку у нас с вами появляются достаточно интересные возможности по переносу наших файлов в нужное с вами адреса. То, что называется трансфер. Сейчас, секундочку. Если хочу из моей камеры перетащить мои файлы... Сейчас чуточку, потормозим немножко. Перетащить эти файлы на другой диск, да, либо так. Можно будет указать адрес, по которому хотите ваши данные скопировать. Можно будет указать, какая папочка будет при этом создаваться. То есть можно создать какой-то материал специально в папку. К тому же, если вдруг у вас ваши материалы записаны в каком-то странном формате, который поддерживает только ваша камера, то можно будет прямо в процессе переноса еще и ваши видеоролики перекодировать. Собирая соответствующий формат, который хотите, ваш видеоматериал перекодировать, и все отлично будет нас с вами еще и перекодироваться. Чтобы не было никаких ошибок при переносе ваших данных, сам плелюд выполняет еще и проверку файлов, чтобы все замечательно читалось, все замечательно открывалось, то есть в этом никаких проблем нас с вами не будет получаться. К тому же, как правило, когда материал записывается именно на камеру, он еще и называется, не ставя непонятными буквами и цифрами, поэтому можно еще будет дополнительно при этом переносе указать, что будет меняться непосредственно имя нашего файла. Можно будет нас с вами сказать, например, что... Помимо того, что у нас с вами будет имя файла стандартно использоваться, можно будет добавить к названию нашего файла какой-нибудь там текст, типа семинар 106, можно будет добавить текущую дату, например, можно будет добавить имя файла в качестве дополнения, то есть у вас уже будет имя строиться таким вот образом, пишется семинар 06, ну, еще можно здесь красиво подчеркнуть поставить. И дальше будет идти уже непосредственно ваше имя файла. Если тут мы с вами хотим, чтобы у нас вообще имена файлов получились одинаковые, то есть можно будет вообще оставить токовый текстовый блок, который семинар 06, и еще и добавить так называемый авторинкремент. То есть автоматически у вас при загрузке ваших файлов, они будут называться там 1, 2, 3, 4, 5, что совсем позволит быстро и удобно их потом искать и загружать. То есть совершенная свобода по управлению, по переносу вашими файлами у нас с вами программа дает. Ну, в данном случае у нас с вами уже все наши файлы лежат на нужном месте на диске, ничего мы с вами не будем перетаскивать, ничего не будем с вами переименовывать. Оставляю все как есть. Но так как видите, возможности быстрого переноса наших файлов нужного папа под нужным нами. Здесь присутствует, это на самом деле очень удобная функция, особенно когда вы действительно загружаете материал прямо подснятый с вашей камерой. Ничего не переносит, ничего не переносит. У нас с вами все уже файлы хранятся по нужному адресу. Галочку мы их отметили, ну и кнопка импорта нажимается, все наши файлы замечательно загружаются в наш проект. Ну, а дальше начинается операция, очень похожая на такой классический монтаж. Можно будет все эти файлы вытащить на временную линейку и уже разместить в какой последовательности они у нас с вами в нашем будущем проекте будут просматриваться. Как раз вот и называется проект сам временной, который будут создаваться при людях Rolls-Cut, типа как грубая нарезка, чиновой монтаж. Создается наша временная линейка. Ну и все наши видеофайлы, которые мы с вами импортировали, можно будет на эту временную линейку перетащить. Ну и так все у нас с вами уже замечательно будет получаться. Все просматривается. Все видно. Вот здесь прям можете выполнять несложный свой монтаж. Естественно, наши ролики можно будет делать короче длиннее, можно будет перелезать нужные фрагменты. Если нужно будет ставить, например, несколько кусочков из одного ролика, естественно, можно будет на с вами добавлять разнообразные фрагменты в уже сделанный монтаж. Все отлично будет на с вами получаться. Помимо этого, естественно, когда вы будете просматривать ваш материал, Очень часто сразу видно, где какие огрехи, где какие исправления хочется нас сами сделать. Вы можете к вашему каждому из клипов добавлять комментарии или сразу делать в ваших клипах нарезку дополнительную, позволяющую сразу определить те фрагменты, которые вам будут интересны в будущем для работы. Для этого достаточно по нужному клипу щелкнуть дважды дважды кнопочек мышки, попасть внутрь него, ну и соответственно сразу становятся доступны сбоку две кнопки, которые позволяют добавлять комментарии или делать впоследствии нарезку. Я например вот этот кусочек рисую, где там печать идет. Вот где-то он здесь у меня начинается. Я могу сказать, вот с этого места сделаю мне вывеску моего видео, то что называется сабклип. Сразу появляется дополнительная управляющая полоска у нас сами сверху. Честно можно будет назвать, что это у меня 3D печать. Ну и можно будет сделать конец нашего ролика. Где-то вот здесь он у нас с вами заканчивается. Такой кусочек у нас с вами будет получаться. Это уже будет получаться фактически вырезанный клип, который у нас с вами сразу в проекте будет появляться как отдельный клип. И он в дальнейшем этаже как отдельный клип у нас с вами будет перетаскивать с примера. То есть можно будет сразу все нужные части, которые у вас у нас снято материал получились, таким образом отметить и уже дальше они именно в таком вот вырезанном виде у вас будут перетаскиваться в программу монтажа. Плюс дополнительное, если например я вижу, что хочешь здесь сделать какую-то просеку цвет коррекции, немножко добавить красного. А вот добавить комментарий. Написать, что здесь будет у меня цвета корр лица. У меня такой комментарий будет получаться. Также можно будет определить длиной этот комментарий, чтобы сразу показать, какая часть нашего видео будет на самом деле интересна для такой-то скоррекции. Причем, что вы там нажимаете на клавиатуре, что конец выставляется? Есть стандарт. На самом деле это можно будет сделать и руками всех программ. У вас вот хватает из-за краешки, все это расстрелится легко. Но так, по всей программе, которая работает с видео, вот точка, откуда начинается какая-либо часть нашего проекта, это так называемая инкоин, входная точка. Она добавляется кнопочкой I, I на клавиатуре. Выходная точка, буковка O, O, вот конец. Плюс иногда даже удобнее это сделать по выделенным параметрам. Если у вас комментарий, либо сап-клип выделяется, обязательно появляется окош со свойствами, и сразу можно будет определить сначала конец нашего выделенного кусочка. То есть и на глаз это можно будет сделать, и чисто точно по времени можно будет сделать. Все очень удобно получается. И таких комментариев на самом деле может быть любое количество. Прямо вот в процессе. Ваше видео проигрывается. Что-то там он говорит даже нам с вами. Им гораздо проще. Прямо в процессе работы. Комментарий, цифрка 2. Любой текст. Ну и так же, просто вот мы с вами написали комментарий. Ждем, когда он у нас с вами дойдет до нужного конца. Кнопочка O, комментарий у нас с вами получился. Или отличный кадр модели робота. Во время проигрывания. Лой момент. Сап-клип цифрка 1. Идет у нас с вами сап-клип. Робот. Можно будет поймать момент, когда он, соответственно, заканчивается. И также этот кусочек наш вырезать. И все это на с вами добавляется непосредственно в наш проект. Ну и таким вот образом уже можно будет на с вами пройти по всем нашим клипам. И к каждому клипу будет добавляться какие-то пленки комментарии, сап-клипы. Все это будет на с вами в проекте появляться. Все достаточно корректно будет на с вами получаться. То есть действительно черновой монтаж. Помимо того, чтобы указывать последовательность, нужный фрагмент ваших оснятых материалов, вы еще можете определять длину каждого из ваших перетащенных в временную шкалу элементов проекта. Можете добавлять комментарии, можете вырезать какие-то определенные кусочки, наиболее интересные моменты из ваших роликов. Тем самым готовить ваш проект непосредственно для уже окончательного монтажа. Сам, конечно, монтаж. В принципе, здесь тоже можно будет сделать, если действительно у вас не очень сложный проект. И достаточно просто вот такой последовательности клипов, то на этом можно будет, собственно, остановиться. Причем очень удобно то, что даже есть у нас с вами простые, так называемые, транзишны-переходы. Когда один клип у нас с вами заканчивается, можно будет заставить плавненько его перейти в другой клип. Есть замечательная кнопочка, прямо вот здесь вот на новой лейке, она так называется Apply Transition. У нас с вами будет появляться в этом месте переход между нашими клипами. То есть, в принципе, все функции такого базового монтажа у нас с вами присутствуют. Но все-таки иногда хочется сделать с вашими клипами немножко более сложные вещи и более точно подобрать фрагменты ваших кусочков снятых материалов. И все это более сложно смешать и добавить какие-то эффекты, которые будут наше изображение менять. И уже добавить какие-то эффекты с озвучкой и ставить какие-то там интересные фотошопские картинки типа стартовых заставок. Поэтому без вариантов, для того, чтобы уже наш видеопроект получился совсем правильным и красивым, его нужно будет обязательно отправить в другую программу, которая занимается монтажом ваших видеоматериалов. Вторая программа, с которой вы столкнетесь обязательно, это программа, называющаяся Premiere Pro. Программа для монтажа видео. Когда вы уже точно, аккуратно, со всеми нужными временными параметрами делаете из ваших оснятых роликов действительно интересный видеопроект. Можно будет дополнительно какие-то вставить новые видеоролики, помимо тех, что мы сейчас с вами приготовили, можно будет загрузить любые картинки, нарисованные в фотошопе иллюстраторе. Можно будет добавить любую озвучку, можно все это привести к какому-то единому виду с помощью эффектов цвет коррекции, можно будет добавить титры, которые будут на с вами как инновационные, так статичные получаться. В итоге действительно получился правильный видеопроект. Premiere, естественно, сам умеет работать с видеоматериалами. Можно внутрямую, без какой-либо предоставительной подготовки в прелюдии, сразу эти файлы завязать в пример, в примере, те же самые еще делать. Но только единственное, что, конечно, там чуточку все это будет, может быть, менее быстро и удобно, чем в прелюдии. Конечно, те же самые комментарии и вырезки сап-клипов в прелюдии сделаны совершенно дядя. Если у вас есть черновой монтаж, который сделан в прелюдии, то вы можете без каких-либо проблем и сложностей перетащить его сразу в пример. Все элементы вашего проекта, которые вы только что сделали в прелюдии, вы уделяете. И у нас с вами есть прямо готовая команда, которая позволяет все это выделенное перетащить в пример. Потому что, как видите, даже ничего не нужно ни сохранять, ни перерасчитывать. Сделали черновой монтаж, добавим нужный комментарий, сделаем нужную нарезку и send to Premiere Pro. Команда выполняется. В фоновом режиме, к примеру, нас с вами призывно замигал. Просит нас с вами сделать проект с каким-то определенным именем. Сохраняем наш проект по тому же самому адресу, что все на самом деле лежало в том же месте. Ну и когда уже кнопочка «Ок» нажимаем, чуть-чуть нужно будет подождать. Вот сейчас немножко подумаю. И все материалы, которые на самом деле будут сделаны в прелюде, перетащить, перетащить. И вот наша временная шкала, которая была сделана в прелюде. Вот на самом деле все замечательно, как выявляется. Все, что мы нарезали, все, что мы сами прокомментировали, на самом деле появляются. Комментарии на самом деле встречаются. Все наши вырезанные сорт-клипы, все самым нашим роботам, стоишь сам средопечатию, сюда уже приходят. И мы здесь уже можем поступить к более точному монтажу. Указывая и более точное время начало-конца каждого из наших клипов. И добавляя всякие интересные эффекты и прочее, прочее. Конечно, в плане монтажа, например, наверное, в дальнейшее время самая удобная, мощная программа, которая действительно позволяет все аспекты, связанные с монтажом. То, что называется нелинейный монтаж видео. Нам с вами замечательный компонент. Конечно, можно будет делать для каждого из наших клипов очень точную нарезку, типа начало-конец нашего клипа. Примерно то же самое, что мы с вами делали в прелюде. Здесь еще можно будет более точно указывать, типа, точку, откуда мы с вами хотим смотреть на наш материал, точку, на которой мы с вами хотим видеть наш материал. Ну и потом все это сразу на самом деле, раньше так или иначе будет отображаться и показываться. Естественно, можно будет добавлять более интересные переходы. Ну, сейчас у нас с вами просто видео заканчивается, и дальше начинается другой ролик. Есть наше испоряжение, целая коллекция эффектов, включая всякие разные эффекты, связанные с видеопереходами. Ну и уже можно будет в это видео переход добавлять, начиная от классических, типа, растворения нашего региона. Когда один коллекция попадает, другой плавник появляется. Естественно, можно будет и более сложные эффекты сделать. Что-то такого. Вариантов масса готовых переходов. Помимо этого, можно будет, естественно, и эффекты самые разнообразные применять к вашим видеоклипам. Также есть целая коллекция готовых видеоэффектов. Совершенно разное направление, начиная от спецэффектов, заканчивая эффектами коррекции. Счастливо позволяет нам сами сделать с нашим клипом все, что угодно. Ну, например, если мы с вами хотим, вдруг, добавить какому-либо фрагменту. Хочу хоть кусочек сделать, чтобы у меня он был, типа, немного трехмерный. И замечательный эффект, который нас с вами позволит... ...наш выборный клип немного в пространство подвинуть, да еще его необходимость как-то закрутить. Помимо того, что можно будет сделать такую картинку статичную, с нашим таким поворотом, можно еще это будет все на сайте проанимировать, чтобы действительно все пространство на сайте во время не прощалось. Видео проигрывается, и за все время наше видео на один полный оборот на сайте все это проанимается. Можно будет добавлять очень много разных дополнительных элементов нашего проекта. Теперь все, конечно, разнообразные титры. Один из самых больших плюсов примера заключает в том, что у меня есть отдельная... Ну, фактически, отличается, конечно, примера, но оно по факту работает как совершенно отдельное приложение, которое позволяет нас сами создавать разнообразно красивый титр. Это может быть текстовый титр. По умолчанию не совсем... Упс, это сейчас все-таки немножко неправильно. По умолчанию шрифты, которые обычно используют пример, не совсем понимают русский язык. Можно там подобрать какой-то классический шрифт, все будет хорошо. Текст можно будет написать, текст можно будет каким-то интересным образом оформить, что у нас как-то вот так и замечательно смотрелось. Упс. Обратно я ее поставлю. Титр появляется как часть нашего проекта и уже можно будет в любое место его спокойно к нам в проект добавить. Его можно будет сделать любой длины, естественно. Сам титр можно будет для необходимости прямо на экранчике и уменьшить, и поставить любое место с экрана. Все замечательно будет получаться. Ну и также можно будет добавлять наши переходы, то есть я хочу, чтобы титр резко появился на экранчике, а также планик у нас с вами появится, постоит, и также, соответственно, планик попадет. Если нужно будет сделать титр более сложный, если мы там рекламной информацией, то можно будет титр делать автоматически анимированными. Из того же самого Word или блокнота можно будет скопировать длинный-длинный рекламный текст. Сейчас просто одно слово раскопируем. Обратно shift. Не понимают наши русские глупости. Длинный-длинный-длинный-длинный-длинный-длинный-длинный-длинный титр. Свет позаметнее можно будет сделать. Shift чуть поменьше. Ну и с помощью стандарта настроек уже можно будет задать, что он будет, наверное, выбегать справа налево, будет начиная за пределами экрана, будет заканчивая за пределами экрана. На статистике будет получаться анимационный титр, который также можно будет вытащить отдельной дорожкой, также можно будет на сами растянуть его на нужную длину, сколько мы хотим, чтобы он бежал на сами. Ну и в итоге будет на сами получаться, что мы просмотрим. Титр замечательных бежалстей, все отлично получается. То есть все эти вещи у нас с вами уже встроены, не нужно было мальковому, как все это делать. Готовы какие-то варианты стандартных решений. И просто будем использовать, все у нас с вами отлично получается. И здесь можно будет добавлять разнообразную фоновую дополнительную озвучку. То есть есть у нас самая озвучка, которая в видео пришла. Мы сами видим, что наш любой материал состоит из видеодорожки, так называемой, где у нас, собственно, картинка находится, и из аудиодорожки, где у нас будет впоследствии. Но я могу также без каких-либо проблем загружать любой фон звуковой. Хочу, чтобы там находим, как-то там музыка интересная играла. Поэтому без каких-либо проблем, из любого источника, даже можно будет взять стандартную Windows-совую музыку. Загружаю наш MP3-файл. Его, естественно, можно будет послушать отдельно с помощью необходимости, убедиться, что именно тот фон, который на сами уже слышал. И его дополнительный аудиодорожку мы сами спокойно вытаскиваем. Конечно, возникают всякие разные проблемы, в связи с тем, что один там звук звучит громче, другой тише. Но также у нас с вами есть, естественно, вспомогательная разнообразная окошка, которая позволит на сами при желании уже правильно настроить гром звук. Смотрите, это тоже функция, такая фича всех ADO-приложений. Во всех программах есть классическая команда import, но обычно в меню тянуться очень долго, до инфраструктуры жмать не хочется. Поэтому все программы, подобие фотошелка, на подобие премьера, на подобие авторэффекта. У нас есть специально окошко проекта, где все наше тело пометят. В любое свободное место, шелклики 20 для руководки мыши, у вас свободное будет свободное. Еще импорт универсальный, это импорт картины, старшописка, звук, видео, вес, разница абсолютно. Итак, у нас есть специальная палитра, которая позволяет прямо на самом деле вживую определить, как громко должен звучит на самом деле каждая дорожка. Моя дорожка Audio 1 – это озвучка фоновая самого клипа, дорожка Audio 2 – это на самом деле озвучка, которую он сам говорит. Прямо вживую можно будет. Абсолютно все задачи, которые на самом деле требуется выполнять с нашим видеоматериалом, здесь мы с вами, как видите, достаточно легко можем делать. Вот у нас будет получаться такой достаточно интересный проект. Правда, очень часто возникает еще одна очень важная проблема, связанная с обработкой нашей видео. Не всегда удается снять материал с нужным освещением, не всегда у нас с вами будут настройки цветности при съемках устраивать. Здесь нужно будет на самом деле периодически править то, что у нас получается, планет цвет, планет контрастности наше видео. Без цветскорезы никуда. Одно дело – разнообразные эффекты, которые накладываете, ваше видео меняете. Другое дело – что если мы сами хотим немножко поправить цвет нашего изображения. На самом деле в примере есть достаточно интересные эффекты, которые, в принципе, позволяют очень быстро и достаточно правильно выполнять такую базовую цветкоррекцию в наших клипах. Если вернуть в ту же самую нашу коллекцию эффектов, то можно будет среди эффектов на те обязательные эффекты, которые занимаются этой коллекцией. Ну и фактически, помимо каких-то эффектов специфических, здесь можно будет найти достаточно классические фотошоповские варианты коррекции. Ну, например, то же самое наш RGB Curves. Классическая команда цветкоррекции, которая в фотошопе активно используется, она применяется к вашему клипу. В настройках можно будет сразу увидеть, как этот эффект на самом деле будет смотреться. Ну и классические кривые, уже разбитые по цветам, то есть есть, как в фотошопе, кривая, которая за всю картинку отвечает, есть кривые, которые непосредственно на самом деле отвечают за отдельные цвета. Ну и при необходимости сделать мой клип немножко такой более контрастный. Можно будет аккуратненько нашу кривую изменить, и уже нам будет получаться в такой более контрастный видео. Можно будет немного, добавив синего цвета, убрать некую желтизну. Можно будет немного убрать или добавить зелененький цвет для того, чтобы делать картинку, чтобы будет приятно глазу. Можно будет чуть-чуть еще глубиннее добавить, какой-то такой небольшой. И у нас действительно такой видео немножко отвечающий будет получаться. то, что было до коррекции, то, что стало на сайт после коррекции. Все очень удобно, получается. Вы можете нарезать ваш клип на кусочки садов. Если вам нужно будет сделать так, чтобы каждый из фрагментов немножко по-разному вспотелся, это может быть сделано таким образом. Более удобный вариант, если хотите резать ваш клип, есть тоже почти что фотошоповская тема. Есть у нас с вами новые элементы проекта, которые называются adjustment layer, корректирующий слой. Я могу этот самый корректирующий слой, второй дорожкой поставить и его как-то вот так вот на сразу несколько клипов растянуть. И вот если я буду какие-то из эффектов применять уже именно к этому корректирующему слой, он будет работать и здесь, он будет работать и здесь. То есть, соответственно, он будет сразу применяться ко всем фрагментам, которые у нас с вами, упс, которые у нас с вами будут наконец-то поднимать. То есть можно будет сделать такую глобальную коррекцию, хоть растенить его вообще на... Ой-ой-ой-ой. Постените его на весь проект и все у нас с вами такое уже будет отливающее глубину. А можно, если действительно будут какие-то уникальные эффекты, действительно на каждый фрагмент вашего видеоматериала нарезанного добавляя свой собственный эффект. Да, на семинар походите. Да, ничего страшного. Да, понимаю, пробки по вечерам с вашим телом. Да, ничего, я бы не включаю. А-а-а, вот так. Бывает. То есть эффектов на самом деле достаточно много. Если говорить про какие-то совсем новые эффекты, то, например, в последних версиях примера добавили замечательный эффект. Называющийся люветрин. Эффект удобен тем, что вы можете не подбирать какие-то цветовые и косные решения руками, а можете пользоваться некой коллекцией, шаблонами цвет коллекции. Потом в случае необходимости, если вдруг захочет что-то поменять, можно будет эти шаблоны еще и поэдактировать. То есть есть возможность, во-первых, выбора из списка этих шаблонов, что-то типа такого не будет получаться. Упс, сори, не туда я перенесу его. Готовы шаблоны, сразу выбираете, смотришь, что у вас будет получаться. Если вдруг у вас какой-то шаблон понравился, хотите его оставить, но там чуть-чуть доработает, естественно, все настройки нужны, он здесь будет встречаться, те же самые кривые, которые позволят уже тоже сделать наш шаблончик чуть-чуть более контрастный, то есть вариантов решения именно в плане ЦИКОРа у нас здесь достаточно много. Но все-таки иногда хочется цвет коллекции сделать чуть-чуть более отчетливо и более точно, и самое что главное, все эти эффекты, которые здесь у нас сами есть, они, к сожалению, не совсем подвергаются, скажем так, в автоматизации. Приходится, так и иначе, отдельный клип на самом-саме все равно настраивать эффекты фактически вручную. Поэтому, если мы сами хотим заняться непосредственно цвет коллекции, более правильно, более точной, мы сами познакомимся с еще одной адобской программой, которая называется SpeedGrade. То, что обычно называют слово цвет коллекции, профессионалом назовется более таким суровым. Словом, додоировка цвета, но по факту это обычно классический строк. В сам SpeedGrade можно, естественно, будет загружать наши клипы напрямую, отдельно. То есть я могу какой-то кусочек клипа перетащить с примера SpeedGrade, его там изменить и вернуть, соответственно, все это обратно. Легко. Но в данном случае, например, я хочу, чтобы меня абсолютно все мои вот эти нарезанные клипы, которые я уже сделал, подготавливая свой монтаж, перебрались в SpeedGrade, чтобы я мог действительно уже всю эту свою нарезку сделанную правильно отсвет корректировать. Есть у нас с вами очень интересный формат, который можно будет сделать в примере. Он имеет оширение EDL, Editor Decision List, то есть типа лист принятия решений редактора. Я могу здесь вот свой проект благополучно в этот формат экспортировать. В фартах и будет называться EDL. Испортирую абсолютно все, что у меня есть. Соответственно, я испортирую все свои видеодорожки, испортирую алгордорожки. У меня видео как раз находится на моем, на моем первом дорожке, поэтому испортирую я именно ее. Имя оставляю как есть. Заходяюсь в нашу рабочую папочку. Сейчас, секунду. Не успел прочитать. Ну, файл сделался, все хорошо. По факту, сам серфайл, он будет очень маленького размера. Это будет файл, в котором у нас с вами практически будет примерно следующий написан. Раскадров того, что у нас с вами есть. То есть такой типо списочек всех тех липов, которые у нас с вами в проекте используются. И я могу при желании сразу этот список загрузить спидрейт, и он не сразу автоматически погрузит все материалы, которые наш проект использует. То есть сразу может быть без тоже каких-то сложных дополнительных операций, перетащить весь наш деланный пример проект в спидрейт. Спидрейт. Сделаем новый проект. Туда же все сохраним. Вот наш папочка-семинар, вот наш папочка-соус. Так, куда я сохранил файл. Вот он, видите, мой дайвлоскейпинг файл. Я вот благополучно в себе спидрейт добавляю. Плюсиком. Чего, 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 чего. Сейчас, секунду. Эй. Так. Еще разочек. Чего это мы говорим? Так, все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Зу-зу. Сомана. А, что-то ругается на всякие разные там переходы. Квозди соумные. Сейчас. Где я там делаю переход? Может быть такое, что... Соседи делали на страну, что он может быть лишним, и так далее, будут сильно обижаться. А, вот он, вот он. Удаляем его. Не будет на самом деле перехода. Ну-ка. Все хорошо, все хорошо. Да, сохранились все хорошо. И уже спидрейт, наш монтаж. То все равно, почему ты не загрузил. Ну, на самом деле, самое главное, что он перетащил всю структуру, в какую последовательность у нас с вами все есть. Он нас с вами перетащил. В таких ситуациях, если вдруг по каким-то причинам он не грузит нам исходный видеоматериал, а это на самом деле немножко непонятно, почему сами тело не грузит. Но оно будет просто вручную ему поставить не загруженные видеофрагменты руками. Найти спидрейт и папочку, если наше видео лежит, и просто перетащить их в нужные места. Автокад, инвентар, IT и автоматизация. И у нас с вами будет получаться что-то похожее, например, на склебную линейку. То есть вы видите снизу все вот эти вот наши клипы, с которыми мы с вами работаем. Можно будет перейти уже из режима загрузки наших медиа-изображений в режим цвет коррекции. Ну и соответственно сразу же увидим все, что у нас с вами получает в нашем видео. Сразу у нас с вами будет открываться окошко с всей интересной проверочной информацией, которая у нас с вами позволит более тщательно, более детально выплатить цвет коррекции в наших клипах. И уже можно будет выставить наш цвет коррекции. Ну, по большому счету из всех окошек, которые здесь у нас есть, сейчас у нас с вами здесь сует только одно, вот это вот окно. И четырех экранчик можно будет переключиться в один экран. И можно будет уже то, что называется Waveform. Выбрать график на первый взгляд непонятный, но он у нас с вами слева направо, вот как идет наша картинка слева направо, он у нас с вами показывает распределение, ну, фактически ркосное нашей картинки, по которому можно будет уже очень хорошо определять, где у нас с вами есть пересвет или в дороге есть у нас с вами какие-то темные части нашей картинки. Сбоку идет у нас с вами градация в процентах, и уже можно будет оценивать, какая часть нашей картинки уходит за 100%, уходит пересвет, и где у нас с вами, какая часть нашей картинки жить на нуле, то есть она у нас с вами будет абсолютно чертой. Ну, один, как бы, из таких инструментов, которые у нас с вами позволят, очень неплохо сразу ориентироваться на том, что с нашей картинкой происходит. И я уже могу непосредственно приступить к коррекции своего клипа. То есть помимо всего прочего, помимо того, что здесь у нас с вами будут всякие ркосные, всякие цветовые ркосные решения очень интересные, еще и можно будет некоторые технические данные для нашего клипа подправить, то есть есть полностью информация про клип, касаемо размеров, касаемо, соответственно, и время вытаски. Ну и, конечно, есть у нас с вами замечательный раздел, который называется «Лук», где можно же будет заняться нашей собственной цветокоррекцией. Идея цветокоррекции в SpeedGrate построена тоже по принципу слоев. Есть некий основной базовый слой, с которым мы с вами можем работать, и с которым сразу можно уже будет с вами определенные вещи выполнять. То есть сразу на с вами появляются такие вот замечательные трансмакционные круги сставы, с помощью которых можно уже будет достаточно плохо наше изображение корректировать. Можно заниматься коррекцией всей картинки целиком, можно будет заниматься коррекцией по ркосным дипозонам, то есть типа только shadows, темная часть нашей картинки, или там типа highlights, светлая часть нашей изображения. А можно будет повернуть, всю нашу картинку редактировать. Ну и, например, можно же будет сделать контраст наше изображение, немножко в плане контраста сильнее и слабее, ярче, темнее. И очень хорошо будет видно, как у нас с вами на графике, когда у нас с вами будет меняться яркость, вот все это будет смещаться, все это белое поле. Если переследите, оно будет входить у вас там вверх, и это будет означать на том, что у нас с вами появляется еще много на экранчике белых, без каких-либо мелких деталей областей, если наоборот там будете уходить сильно вниз, у вас будет получаться слишком много темного, тоже с потерями каких-то деталей. То есть ориентируясь по расположению вот этой вот нашей области, по этому графику, достаточно неплохо можно будет нас с вами корректировать какие-то трикосные параметры. Но я, естественно, могу и делать немножко более сложную коррекцию. Например, я могу к своему основному слою добавить всякие разные дополнительные слои, включая, например, тот же самый наш RGB Curse. Появляется еще один слой, на штандартные RGB-шные кривые, один к одному, как только мы сами видели в примере, и также можно будет уже с помощью кривых достаточно интересно делать нашу картинку более контрастной, где там линия контрастной. Все эти там специальные эффекты, связанные с изменением наш контраст, можно будет делать. В принципе, все что угодно можно будет с вами уже с нашей картинкой делать. Также есть какие-то готовые предустановленные варианты цвет коррекции. То есть можно будет посмотреть разнообразные варианты, которых тоже, в принципе, достаточно много, совершенно разноплановые. они тоже будут на самом деле применяться в виде отдельных слоев, которые можно будет контролировать, которые можно потом будет заменять. То есть, в принципе, тоже все очень удобно с вами получается. Но, в принципе, один из самых таких, наверное, прикольных вариантов нашей цвет коррекции, когда вы хотите выполнить цвет коррекцию по какому-то образцу. Сейчас все лишнее поубиваю. Смотрите, пожалуйста. Идея заключается в том, что иногда проще представить, что вы хотите получить в плане цветности для вашего изображения, не корректируя ваше видео, а найдя какую-то подходящую картинку, которая по тону, по духу, к вашему как раз кусочку конкретно более подходит. Можно будет прямо в наглую любом поисковике вбить там по поиску любой тип картинки, но хочу найти что-то наподобие, пускай это будут какие-то скриншоты из фильмов. Скриншот из фильмов. Картинки. Сейчас такое разное у нас с вами получает, достаточно интересно. Можно будет, чтобы совсем у нас с вами все хорошо получилось, это не обязательно, но можно будет, например, сказать, что хотим найти наше изображение, совпадающее с размером нашего проекта. У нас этот текущий проект сделан с размером 1280 на 720. То есть сразу такие картинки можно будет на с вами найти. Ну и что я вам типа вот такого, например? Нет, плохой фильм. Сейчас там такое, отличающие с подсветностью. Что типа такое-то можно будет выбрать. Сохранить картинку. Сохраню я прямо все себе на рабочий стол. Скриншот 1. И что он такое, отличающийся по цветовому тону, можно будет выбрать. Что он типа такого. Сохранить картинку. Скриншот 0. Единственная сложность, вообще спидгрейд немножко такой придиршивый к форматам. Он очень многие видят формат и понимают такие. Ну, кто считается профессионалом по словам форматами, кто предпочитает работать с такими форматами а-ля профессиональными. Это относится и к скриншотам. Скриншотам понимают только в формате тарга. Нужно будет обязательно в фотошопе нам с вами наши сохраненные скриншоты открыть. Ну, и просто пересохранить. По темным самым именем. Пересохраняем в том же самом формате тарга. Ну, и это пересохраняем в формате тарга. И у нас с вами уже появилась возможность сразу скриншот найти и выбрать. В основном нашем наборе палитра рабочая сбоку у вас как раз будет находиться раздел, который называется Snapshot. Ну, и вот на нашем рабочем столе скриншот 1, скриншот 2. И смотрите. Начнем с синенького. Вот есть какая-то картинка, которая мне очень сильно нравится по цветам. Я просто говорю, а давай-ка ты в мое видео берешь цветовую информацию с этого изображения. И оно сразу на самом деле перекрашивается в эти цвета. Естественно, из-за того, что все на самом деле такое темное и мрачное, все на самом деле стало темное и мрачное, но все это потом можно будет нам с помощью нашего цвета коротких поправить. Ну, или что-то такое, более жизнеробственное. Или, например, у меня там тоже был скачен еще один из тишек такой. Что-то типа такого можно было сделать. То есть, вы подбираете цвета согласно того изображения, которое вам понравилось. Все это добавляет в то же виде слоя определенного. Ну, вы можете, естественно, при необходимости уже то, что у вас получилось, доцвет корректировать. Те же самые наши управляющие элементы. Картинку можно будет сделать чуть-чуть более контрастной. Картинку можно будет сделать немножко более светлой. Можно будет также повесить тот же самый наш RGB Curve и сделать, например, ее чуть-чуть пожелтее и, может быть, немножко посветлее. Что-то такое будет получаться. Я сейчас, конечно, не очень верю за результат. И вот солнце сетит прямо в глаз. Но по факту, что-то такое на самом деле будет получаться. Я могу все эти действия делать для каждого клипа в отдельности. Я могу добавлять своему набор монтажных клипов всякие разные глобальные слои. То есть можно будет сделать общий клип. Нужны мне длины, так называемый Grading Clip, который также можно будет уже всяческом образе заменять. И если я уже на него вешаю какой-нибудь эффект, то сразу у меня будет вся моя картинка меняться. То есть сразу можно будет уже все, что впадает под этот клип, сделать на самом должном области. То есть формальная красота. Действительно, здесь нужно будет на самом деле отсреклифтировать наш видеоматериал. С помощью спид-двера это можно будет сделать точно, аккуратно. И самое главное, что очень многие действия исполняются автоматически. То есть не приходится, как примере, часто все так или иначе настраивать нас с вами вручную. Здесь можно будет сам процесс делать фактически автоматом. Все крайне удобно будет на самом деле получаться. Ну и в дальнейшем все это можно будет на самом деле просто пересчитать. Есть раздел рендер, где можно будет выбирать все возможные форматы сохранения, всякие там разные квиктаймы. Как вариант. Можно будет, естественно, выбирать для нашего квиктайма разнообразного варианта кодеков. То же самое, 54 можно выбрать всем больше любил. Видео ваше пересчитывается. Все, что вам требуется, обновить этот измененный видеоролик в вашем проекте в примере, и все уже на самом деле будут получаться замечательные перекрашенные все отличные. Сейчас на самом деле почти ничего не будем, потому что чуть-чуть долго это будет в нашей машине происходить. Но сам процесс, как видите, достаточно на самом деле несложный. Когда все на самом деле прочитают спидгрейги, нам лишь останется в примере наши все материалы перегрузить. Он на самом деле может делать сам, если там не получится, можно будет заставить принудительно сделать релоуд перезагрузку клипа, и уже у нас будет обновленный, измененный спиддейт в виде материала к нашему примеру подружиться. Таким образом, у нас с вами уже проект сделан. Все необходимые действия, связанные с монтажом, мы сами выполнили. Все отлично получается. И все, еще это дополнительный мы с вами отсвет корректировали. Осталось добавить какие-нибудь интересные необычности, чтобы уже у нас действительно видео стало интересным. И здесь на самом деле уже придет столкнуться с еще одной программой допуской, то, что называется After Effects, то, что обычно люди называют спецэффектами. Еще одна замечательная программа среди всех допуск программ, занимающихся видео. Программа может, естественно, как совершенно самостоятельный продукт. С помощью него замечательно делают все, что сейчас называется модным slow motion design. То есть все, что у вас будет двигаться по экрану всячески разным образом, текст, картинки, в After Effects делают совершенно замечательно. After Effects может работать как совершенно приложение, которое будет помогать премьеру делать его проект более интересным. Я могу любые кусочки из проекта в премьере перебраться в After Effects, над ними там издеваться и уже получать какой-то более интересный результат. Ну, например, сделаю в After Effects проект, сразу саханю его, чтобы потом не потерять на самом деле. Саханю туда же себе на диск D папочку «Наш семинар». И смотрите, пожалуйста, есть, например, какой-то такой фрагмент. Сейчас найдем что-нибудь такое поинтереснее, на чем можно будет более интереснее сделать с не слишком сильно двигающимся. Ну, вот что-нибудь типа такого. Все отлично. Хочем-таки инфрагментом поработать. Я могу сразу из своего клипа «Авторефект». «Авторефект». По клипу щелкнуть справа кнопку мыши и там в контекст-меню сразу видим команду, которая так и будет называться «Replay SWE After Effects Composition». Команду эту мы с вами выполняем. У нас сразу с вами выполняются два действия. Автоматически заменяется наш клип на такой красный прямоугольничек, показывает, что это уже не обычный видеоклип, а это непосредственно наша композиция, которая в «Авторефект» будет делать. Ну и в фоне замигал автоэффект призывно, у нас здесь появляется наш человек, и уже можно будет здесь над ним вдоль поиздеваться. Ну, во-первых, естественно, можно будет начать каких-то простых эффектов. Хочу, например, чтобы дождь нас с вами пошел. Естественно, есть готовая коллекция разнообразных эффектов, включая то же самое дождь или то же самое снег. Эффект применяете, снежинки можно будет сделать большего размера. снежинки можно будет сделать чуть-чуть более заметные. И у нас с вами идет снег. Причем, смотрите, пожалуйста, я добавил эффект в автоэффекте. Я даже ничего не сохраняю, ничего не делаю. Я переключаюсь в пример. У меня в примере этот фрагмент уже за снегом. То есть, как раз то, что нужно именно для взвода этих двух программ, чтобы мы с вами могли на двух мониторах одновременно контролировать то, что на сайт происходит в нашем монтаже в примере и контролировать то, что на сайт происходит в эффекте в плане эффектов. Все автоматически даже без всякого сохранения, без всякого пересохранения. У нас совершенно замечательно получается. Но здесь можно будет сделать немножко более сложные действия в ауторэффекте. Беру сейчас наш снег, чтобы не мешался. Я могу естественно в ауторэффект загружать какие-то дополнительные изображения футажей, но можно будет найти какую-нибудь такую простую кадимашку типа таких вот милых пчелок, которые на с вами будут лететь. простенький футаж анимационный, машущий крылышками оса. У меня проект на 10 секунд. Мне нужно будет обязательно сделать, чтобы пчелка тоже 10 секунд непосредственно была. Поэтому придется ее зациклить несколько раз. Сам просто способ заставить ее уже даже побольше немножко приходится, чтобы она на всей длине наше проект отображалась. Ну и немножко нашей пчелке мы с вами поможем. Могу сделать новый слой для того, чтобы уже нашим пчелкам на нем замечательно пожелось. Могу добавить к этому новому слой специальный эффект, который будет как раз и позволяет нашим пчелкам вылетать на экране. Сейчас пока что эти пчелки будут смотреть какие-то скучные квадатики, но сейчас все на самом естественном е изменится. И вылетать они у меня будто из-за пределов экрана слева. Будут лететь горизонтально, будут лететь строго вбок. Сейчас они у нас с вами уже такие замечательно будут получаться. Может быть немножко побольше скоростей сделать. Ну и можно будет сделать так, они не такой струйкой у нас с вами потихли, а чтобы на все наканчик посадили. что-то такое на самом будет получаться. Ну пока что это заготовочки, но я уже могу достать своих пчел. Я могу сказать этому эффекту, что точка конечно замечательная, но давай-ка ты вместо точек будешь наших пчелок использовать. Упс, многовато, немножко получилось, но если сделать их поменьше, они все-таки на самом замечательные будут. крылышками машем можно будет заставить их махать крылышками неким случайным образом разнобой. При необходимости, например, чтобы они все-таки летели не вот так вот фронтально, а немножко повернуты были, можно будет наш пчелок специальным образом изменить и можно уже будет их и повернуть, чтобы они у нас чуть-чуть горизонтально летели. Их можно будет сделать больше-меньше в случае необходимости, то есть уже отправить их как угодно, они такие уже на самом будет замечательно горизонтально. Все отлично будет на самом канале. Только стоп, что это мы крылышками не машем. Сейчас, секундочку. Все отлично. Да, ладно, поломались. сейчас, полсекунды. Нормально. А, сори, сори, да, это я туплю. Да, все хорошо. Машки, вышкин, все отлично, все отлично летят. Ну, правда, немножко расстраивает то, что они летят у меня, ну, даже, наверное, смещу я чуть повыше, чтобы они там за спиной нашего человека плетели. Летят они перед моим человеком, но я, естественно, могу сделать, что они будут летать у него за спиной. То есть, мне достаточно будет поставить над нашими пчелками еще одну копию нашего человечка. Перетащил слой. After Effects очень часто называют Photoshop для видео. То есть, по факту, все, что можно делать в Photoshop с картинками, то же самое монтаж, то же самое коллажи, когда вы все отместо соединяете, вы не сможете делать с вашими видеопроектами. То есть, я могу своего человечка, благо он стоит у меня, более-менее спокойно обвести. Сейчас все это грубовато сделаю, конечно. сделать чуть-чуть нашу обводку размытой. И вот наши пчелки уже летят за них. Ну и, конечно, снег. Вы уже можете издеваться в After Effects над вашими видеороликами как угодно. Придумать абсолютно все, что захотите. Добавлять и новых футажей, которые будут очень сильно изменять внешний вид вашего ролика, добавлять всех разные интересные эффекты. Как и в случае с Photoshop, очень много эффектов сторонних у нас с вами есть под After Effects, которые действительно очень интересно позволяют на сами в уши. В любом случае такого-то у нас уже кусочек будет впоследствии получаться. Я возвращаюсь в пример и у меня уже в примере на основе нашего монтажа в такой же измененной виде получается. Все летит, все замечательно, все отлично сам. По факту, естественно, можете делать и совершенно самостоятельные фрагменты какого-либо проекта прямо в After Effects. Но, например, мы уже видели, что есть наше распоряжение примера всяких разных титров интересных, но та самая анимация титров в примере чуть, конечно, роман. Есть, естественно, пример всяких разных дополнительных вагин, в том числе, вагин, которые титры занимаются, которые позволяют прямо в примере делать интересные титры анимации. Я могу то же самое сделать непосредственно и в After Effects. Я сделаю новый проект, на Rolls, ну и напишу любой текст. Текст написан, естественно, как и в случае с тем же самым титровальщиком в примере. Над ним можно будет как угодно издеваться. всякое разное уже более интересное форматирование можно будет на самом деле. То есть, в принципе, тоже свобода очень большая. Но только, наверное, все-таки я его сделал не бело, а черным. Ну и текст на самом деле написан. На этом работа в примере с нашим титром закончилась. Но касаемо After Effects, я могу текст очень интересно анимировать. Естественно, можно будет делать анимацию вышную, естественно, есть какие-то готовые шаблоны анимации, которых очень много. И я могу если вам готова подборка текстовых эффектов, которые вы сразу можете в своей работе использовать. Ну и что-то типа такого можно будет сделать. Эффект называется электромагнит. Вы его к вашему тексту применяете? И уже... Опс. Халтурный эффект. Не доработал он почему-то. Почему не доработал? Непонятно. Как-то как готовый анимация с вами уже будет получаться. ее, естественно, можно будет сделать длиннее и короче, если не поднимутся, 5 секунд или 6 секунд они будут на самом деле двигаться. Можно будет добавить всякие дополнительные красивости, типа того же самого классического фотошоповского дропшеда. Еще тенюшка на самом деле будет получаться какая-то такая симпатичная. Наши буквы все достаточно быстро двигаются. Можно будет добавить тоже классический эффект. То, что называется Motion Blue размытие выдвижения. Когда при быстром движении наша буква будет практически роваться. Ну и получается буквы двигаются. Собрались. Все очень миленько у нас с вами будет выходить. Несложный проект готов. Мне остается только мой несложный композиция на самом деле готова. Мне остается только сходить проект, забраться обратно в пример и сказать я хочу достать из автор эффекта готовую композицию. Ищу мой файл наш семинар монтаж вот моя композиция 1 она импортируется и она правда длинноватая получается ее еще можно будет чуточку конечно подрезать и вот так и вот и ну и в итоге пчелы летят буковки появляются все вместе собирается все отлично получается все хорошо работает и совсем все интересно будет смотреться все что останется делать нас с вами наш примеровский уже проект со всем нашим добавленными эффектами с цветкоррекцией с титрами с озвучкой сохранить в виде того ролика и наш фильм готов то есть как видите помимо того что каждое из адамовских приложений которые мы смотрели вкратце они достаточно мощные в своем роде каждый из них занимается своими конкретными задачами и фактически все замечательно умеют в своей области делать они между собой еще очень хорошо взаимодействуют и можно очень быстро очень качественно перебрасывать данные с программой в программу и можно в итоге собирать очень интересный проект который уже будет не просто нарезать каких-то клипов а что-то такое совсем оригинально интересное в вашей работе получаться ну у нас конечно в центре есть достаточно много курсов которые посвящены непосредственно видеопроизводству есть прям отдельная веточка посвященная курсом видимо тоже видеосъемки там можно будет подробно посмотреть на программу курсов там же будет написана стоимость и ближайшее расписание групп по этим программам так что можно будет записываться и приходить учиться делать всякие интересные вещи с помощью адобства программ субтитры субтитры Продолжение следует...